всем привет меня зовут лина и это геншин наконец-то ты вернулся домой изменщик impact вот подождите у нас это вспомню что происходит вообще в этой жизни то в этой жизни у нас происходит то что нам надо доделать вот это вот-то нет и лес поручение кулинарное под занавес вот под занавес но аль хайтам делает у нас тщательное расследование поэтому мы идем делать тщательное расследование вместе с аль хайтамом так а в какую точку телепортации ты хочешь меня телепортировать объясни мне пожалуйста так поехали проводить наши тщательное расследование ильяс давно не виделись ты по делу камни или так я слышал ты это звал заявку на исследование хотел узнать чем причина а это да нет никакой причины просто расхотелось наверное я не первый кто отзывает заявку последнее время многие ученые потеряли интерес к исследованиям разве нет потеряли интерес к исследованиям да а ты кто такой лицо вроде знакомое неважно рассказывай дальше недавно мудрецов отправили в отставку многие исследования которые велись под их руководством оказались заморожены а ученые работавшие под их начал проходят проверку в такие времена люди не хотят рисковать и начинать новые исследования лучше пока занять время чем-нибудь другим и дождаться когда ситуация прояснится иными словами когда станут понятны предпочтения новых мудрецов ты ведь это имеешь ввиду какая резкая формулировка впрочем это не единственная причина потери интереса к исследованиям есть и другие просто теперь акаша отключена вы знаете для исследования нам нужно много разной информации раньше мы могли сделать запрос в акашу и она предоставляла любую необходимую информацию это было невероятно удобно мы могли проводить всевозможные эксперименты не тратя силы на поиски и изучение данных понятно обленились да а ты понимаешь меня всем кто раньше работал с акашей теперь не хочется заниматься утомительным поиском информации первоисточников в академии осталось всего несколько человек которые начинают новые проекты или продолжают вести заявленные исследования а большинство ученых, как и я ждут когда какая-нибудь большая шишка запустит свой проект чтобы потом присоединиться к нему вы че, прозиты какие-то что ли? пусть наши имена не будут стоять первыми в графе автор научной работы зато хлопот куда меньше можно не ломать тебе голову просто сосредоточься на поставленной перед нами задачи а че с тобой? а каша взывает к тебе Ильяс? что с тобой? мой головой развалилась крипота какая-то началась я вспомнил Сирадж подошел ко мне и сказал то же самое ты станешь Сираджа номер 36 и будешь поглощен моим сознанием чтобы размышлять над конкретным блоком как с рабочая пчела в ульге Пайман не поняла что это значит? это суть исследования Сираджа так называлась и тема исследования которую он заявлял коллективное сознание и эволюционное развитие по мнению Сираджа для создания коллективного сознания которое является венцом эволюции человека нужно выполнить всего три условия во первых необходимо присвоить участникам эксперимента порядковые номера распределив их способностям от наиболее к наименее одаренным номер один сверхразум управляющий коллективным сознанием затем сверхразум должен разделить задачи на блоки и в зависимости от важности присвоить блокам порядковые номера соответствующие номерам участников экспериментов наконец участники коллективного сознания должны иметь возможность быстрого обмена информацией в идеале иметь доступ к воспоминаниям и чувствам друг друга Пайман все равно не понимает какой в этом смысл? это все равно что составит один большой мозг из множества маленьких каждый участник эксперимента будет размышлять над своей темой объединение множества сознаний породит на свет новую сущность которая одновременно будет и индивидом и коллективом Сираджа представляет что такое коллективное сознание является следующим этапом эволюции человека О, это как слепить много разных людей в одного великана звучит жутковато ментально-человеческая многомозгоножка как сказал господин Альхайтаун Сирадж присваивал номер каждому участнику эксперимента люди с большим порядковым номером занимаются самыми простыми задачами например обеспечением жизненных потребностей всех остальных участников чем ниже порядковый номер тем выше ранг и сложнее задача которая стоит перед человеком высокие ранги вырабатывают план дальнейшего развития коллектива Сирадж дал мне 36 номер это где-то ближе к концу еще я помню что Сирадж говорил что его план продвигается очень быстро и Ули скоро будет готов а как же и так мы должны поторопиться чтобы он не успел осуществить свои планы к сожалению я вспомнил только это а где находится пещера так и не могу сказать извините не торопись постепенно все вспомнишь но кое-что в деталях тут не сходится что не сходится тебе дали номер 36 как-то мало мне казалось ты достоин большего непонятно на основании каких критериев Сирадж присваивает участникам эксперимента номера ладно здесь мы закончили можно идти подождите я слышал вы сейчас говорили о Сирадже вы его разыскиваете а ты знаешь где он Сирадж последнее время настоящая звезда я слышал он получил признание многих известных ученых его даже прочь от мудрецы многие ученые в лепешку разбили чтобы присоединиться к его исследовательской группе я обычный человек поэтому у меня шансов нет зато я знаком с исследовательницей по имени Джанаки она получила приглашение от Сираджа присоединиться к его проекту но позже отказалась если вам интересно можете поговорить с ней скорее всего она сейчас в саду сидит с книгой в павильоне я напоминаю о том что у нас тут какая-то хмуть происходит и мы в ней разбираемся а мне уже открыто вообще задание под занавес я ради этого начала делать нет альхайтам понятно значит нам надо завершить тщательно расследование альхайтамы только после этого мы сможем что-то сделать нормально так она вообще забралась читает почему бы и нет меня монетки догнали а ну да она делает все что должен делать не почему должен никто никому не должен в общем она делает то что ей хочется и что приятно исходя из ее предпочтений как ученого а именно читает книжечки да так выше на 72 а мне точно в дом даены надо нет мне надо точка телепортации теперь ниже вот павильон тетя здрасте ты джанаки мы хотели расспросить тебя о сирадже ильяс ты меня знаешь прости я тебя не помню ты нарочно притворяешься нет я правда потерял память многое не помню и что то есть ты хочешь сказать что ничего не помнишь поэтому я должна тебя простить или ты решил свести со мной счета отыскал поддержку в лице исполняющего обязанности великого мудреца два отщепенца вместе какой ужас перебью кажется между вами есть разногласия но меня это не касается я слышал что сираж приглашал тебя присоединиться к его проекту это правда и что да сираж правда приглашал меня в свой проект и мне была интересна тема которой он занимается что связано с коллективным сознанием в общем он назначил меня номером 45 меня это не устроило и я отказалась кому понравится плестись квансте я вот не люблю ильяс номер 36 ждианаки должна была стать номером 45 сколько же всего подопытных у сираджа сираж не говорил тебе по какому принципу назначать номера участникам эксперимента говорил помните как мудрецы использовали акашу для извлечения энергии джиняна из нашего мозга они оставили документ в котором указывалось количество энергии джиняна извлеченной из каждого человека с помощью акаши этот документ каким-то образом попал в руки сираджа и он присваивал номера участникам эксперимента на основании этих данных хм вот оно что он решил что энергии джиняна можно использовать для оценки вычислительной способности мозга это че это как даже если данные в документе верны совершенно бессмысленно полагаться на количество извлеченной энергии джиняна для оценки способностей человека энергия джиняна показывает лишь часть способностей человека человек очень сложно устроен а его уме нельзя судить только по одному критерию вот именно я знала что он ошибся назначив меня номером 45 что еще ты знаешь о сирадже ничего он пригласил меня в проект я отказалась вот все у вас еще есть вопросы если нет то я пойду не хочу его видеть паша подожди я хочу знать что я такого сделал ты правда не помнишь чистая правда пайман свидетели матра подтвердили что ильяс не врет он правда потерял память ладно забыла к лучшему что забыл даже воспоминания об этом выводит меня из себя я не смогу тебе рассказать просто знай что ты многих людей впутал в неприятную историю в том числе и меня мне нечего тебе больше сказать до свидания вообще на измену посадила пацана ни за что ушла кажется она очень сердита на тебя ты правда ничего не помнишь ничего но мне все равно очень тяжело слушать ее слова как будто я правда сделал что-то плохое ты хочешь вспомнить а ты свидетель обвинившийся раджа в преступлении ты удивитель ты действительно потерял память если ты не хочешь вспоминать прошлое никто не способен тебя заставить можешь притвориться что попытался а потом сказать ничего не вышло я не знаю как мне быть я говорю что после постели памяти почему ты испытал облегчение но мне все равно кажется что это неправильно я должен вспомнить что случилось как мне это сделать я могу посмотреть твое дело в архиве если ты в самом деле многих людей впутал в неприятную историю такое дело должно было остаться в архиве так что мне посмотреть да пожалуйста хорошо тогда нам нужно заглянуть в дом до Эны это займет какое-то время ты как раз можешь забрать свои жалования а что? я не могу телепортироваться? почему? вы же только что мне сказали телепорт что происходит? почему? если я не хочу на своих двоих если я хочу вжух и я уже там почему он так не работает что за несправедливость вообще такая верните мне магию вне Хогварта пожалуйста ну двери хотя бы автоматически открываются уже неплохо так дом до Эны я точно все еще не могу да? а не могу прости меня конечно но я сделаю это приоритет я дошла до до я дошла до дома до Эны и пошла делать дальше другой квест а последовательность так кав их давай оууууууууу где ты был когда мы сидели в таверне? Напомни, пожалуйста, почему я должен перед тобой отчитываться. Нашел укромное местечко, сидел там с книгой? Знаешь, тебе стоит что-то изменить в своем образе жизни. С одними книгами долго не протянешь. Вот с обедами за твой счет точно долго не протянешь. Эй! Тут угадать нечего. Ты занимался делом Сачина? Я сразу же это понял по твоим заметкам, только не думая, что его исследования могли тебя заинтересовать. Сачин исповедовал весьма неприятную философию, а ты, терпеть не могу твои взгляды, но мы с Сачином слишком разные, а что ты не можешь быть с ним согласен. Эгоизм все-таки не равен негативизму. Если оставить стороне мои личные интересы, надо признать, что наследие Сачина не лишено смысла. Все-таки он провел масштабные эксперименты. И спасибо за комплимент, но я просто проходил мнимо и пришел с удовольствием не для того, чтобы вести такие разговоры. Какие такие? Мы ведь ученые, что может быть важнее обсуждения разных идей и концепций? Например, вот что, вероятно, 20 лет назад Сачин, исповедовавший весьма неприятную философию, познакомился с твоим отцом. Что ты сказал? Подожди, то есть не может быть. А, поэтому Сачин сказал, что я кого-то его напоминаю. Значит, отец отправился в пустыню, наслушавшись его идеей. Воюю, что да. Как хорошо, что я разбил диадему. Никогда больше. Это никогда больше не повторится. Границы известного постоянно расширяются. В один прекрасный день какой-нибудь другой ученый начнет исследовать ту же самую тему. Пахумана считает такие исследования оправданными. Ты опять. И даже если ты прав, и люди раз за разом попадают в одни и те же ловушки знания, вовсе не обязательно, что в будущем все повторится снова. И ты должен признать, что действительно действия отдельного человека не обязательно согласуются с действием группы. И обратно, тоже верно. Сачин, хороший тому пример. И ты, который его остановил. Подобные столкновения действительно уникальны, но они неизбежно будут повторяться. И ты сам сказал, действия отдельного человека не обязательно согласуются с действием группы. Ты знаешь, что далеко не каждый сделал бы такой выбор, какой сделал ты. Так, я все равно стою на своем И не пытайся меня переубедить Пожалуйста, мы много лет ведем споры на эту тему Я давно уже не надеюсь добиться от тебя понимания Вопрос уже не в том, кто прав, кто ошибается Спасибо, что ты мне все это рассказал Боже, этот диалог Десятиминутный Можно было просто, я не знаю Привет, привет, как дела, где ты был Да блин, вот я нашел, прикинь И все Спасибо, что ты мне рассказал А не вот это вот, блин, вот эта демагогия Нам много, много слов, просто что Что Я говорю спасибо, что ты мне все это рассказал Эй, не надо только делать вид, что ты не слышала Ты специально, да? Говорят, искренне благодарны, звучит трижды Так что с тебя еще одно спасибо А вот это надо запомнить Ну и продолжаем, короче Продолжаем тщательное расследование завершать Ладно Поехали в дом ДН То есть ты меня просто пихаешь Какой-то телепорт, да? Ближайший И все Я думала, что если нажать на книжечку И там будет Телепортироваться То ты именно телепортируешься туда, куда надо А не туда, куда тебе Че? 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 Почему меня игра вводит? А, надо туда Не Я пыталась понять Какого фига меня игра вводит кругами вообще Так, ниже на 50 сантиметров Хорошо Вон в то Вон в туда Ну тут серьезно Блин, тут очень тяжеловесные диалоги То есть Я даже не могу сказать Были ли они изначально такими же тяжеловесными Это все очень здорово Очень интересно С одной стороны Но с другой стороны Ты задалбываешься Особенно когда ты Озвучиваешь, записываешь Да? Я к концу Какой-то там серии В Геншине Мне просто у меня голос такой Пошла Ой, не голос А горло такое Типа пошла нафиг отсюда вообще Мне пришлось отойти Поэтому я вам буду записывать Серию в два подхода Три прихлопа и так далее Поехали Нам надо найти информацию об Ильясе Мы пока разделимся Ильяс пойдет за жалование Выезд со мной в архив Встречаемся здесь Хорошо, спасибо вам Расслабься, Ильяс Никакого смысла волноваться уже нет Да, я готов Чтобы я там не натворила Готов это принять Кроме того, я попытаюсь вспомнить Все о Сирадже Чтобы мы могли положить этому конец Запомни свои слова До скорой встречи Подъемником, чтобы добраться до Дайаны Да? Подняться Уи, лифт Как здорово Как-то Высоковато Дайена Находится, однако Ну да ладно Очень высоко Почему ты так Высоко Мне уже плохо Как тебе не страшно, блин, забираться Махаматра Здрасте Так, все важные дела За последние несколько лет должны быть в этом архиве И он сел На самый главный стол Он сел И начал читать, да А мы будем исследовать Разделение обязанностей О призраке Пардисхиай Согласно показаниям некоторых свидетелей По ночам в Пардисхиай пройдет загадочная тень Была проведена проверка Состава преступления не обнаружена Дело закрыто В Дашане и Артавахи Всегда было много чудаков В последнее время появились слухи О некой студентке научной работы Которая якобы падает с неба Обстоятельства выясняются А, ты делаешь вид, что ты все-таки следуешь, да? О заявке на финансирование от Бригады Тридцати Вакансии мудрецов до сих пор пустуют И в последнее время Сумеро наблюдается наплыв подозрительных личностей Распространяющих всевозможную информацию Бригада Тридцати пополняет состав для выслеживания подобных личностей Чтобы обеспечить мир и порядок Сумеро Что такое? Ничего, я отыскала дело Иллиса Идем вниз То есть ты такой... Хмм... Я такой загадочный А почему я такой загадочный, я вам не скажу Так, что я сделал? В архиве говорится, что Академия объявила тебя благодарность За проявленное мужество и стремление к справедливости Тебя честовали как героя Меня? Да, твой наставник был заподозран в плагиате И ты его разоблачил После проверки оказалось, что доставник действительно занимался плагиатом И матры предали его суду Этот случай наделал немало шума Академия объявила тебе благодарность Что? Ты что-то вспомнил? Нет, просто... Голова болит Раскалывается Я это сделал? Но почему? Пока не будем об этом История с твоим наставником не имеет никакого отношения к Сираджу Так что нет смысла ваматить за нее голову Мне очень жаль Я должен был радоваться, но мое тело инстинктивно отвергает эту новость О попытке вспомнить причиняет такую боль, что я едва не теряю сознание Всему свое время Остановить память непросто, особенно если дело касается воспоминаний, которые тебе неприятны Делай то, что считаешь нужным Спасибо Не знаю, откуда в тебе столько уверенности, но теперь я тоже начинаю верить, что все получится Значит, сейчас мы отружаемся в Ганхару, чтобы отнести жалу несистре Ириса? Давай, в путь! Радостная Пайман Почему бы и нет? Поесть принесут Все дела разрешат за нее Все, что ей нужно, это летать рядом и возмущенно крякать Мора Мора это валюта, принятая по всему Тейвату Тейвату, никто не оспаривает ее статус и ценность Кстати, почему? Единственная валюта получается, да? Так Нам надо куда-то вон туда А я могу телепортироваться отсюда уже? Куда-нибудь в сюда Да, ура! Спасибо! Что-то в последнее время Геншин прям очень долго начал загружаться Я невольно анализирую его с Ханкаем И понимаю, что поначалу-то в Геншине тоже были бодренькие диалоги А потом Ну Примерно с Бьяку-Якоку, наверное, все куда-то вот пошло не туда Лично по моим ощущениям Может быть, у меня просто испортило впечатление Эта локация тяжелая слишком для меня Я это к тому, что в Ханкае сейчас на волне новизны и эйфории Кажется, что там все какие-то там легкие квесты Диалоги Но по сути своей они тоже очень много болтают же Просто со временем, мне кажется, в Геншине все как-то вот Экшены-болтологии, экшены-болтологии А в Ханкае пробежал Поболтал, пробежал, поболтал Где-то здесь, сейчас помню Дальше надо идти сюда Ильяс, ты что здесь делаешь? Альяса? Отец, просто захотелось повидаться с вами Что случилось? Они снова тебя изводят? Не обманываются, скажи правду Ильяс, что с тобой? Ничего, голова немного болит Наверное, устал Я ведь говорил, не герой, чтобы это до добра не доведет Посмотри, что вышло В Академии сейчас не сладко Раз они домой присылают письма с угрозами Даже не представляешь, что тебе приходится там терпеть Уходи ты из этой Академии Ты всегда можешь вернуться домой Ничего страшного Отдохну немного, и все пройдет Похожий, Ильяс не хочет рассказывать им, что потерял память Он не хочет расстраивать родных, да? Ладно, ладно, давайте успокоимся У брата и так голова разболелась Дома поворчите в свое удовольствие Братец, давай поговорим в другом месте Сестра Ильяса приводит вас в тихое место Братец, как твоя голова? Лучше, вот Это жалование за последний месяц Как дела дома? Хорошо, только все за тебя беспокоятся Не сердись на родителей На самом деле они понимают, что ты тогда поступил правильно Но потом про тебя пошли разные слухи Домой стали поступать письма с угрозами Наверное, родители просто хотят, чтобы ты лучше ладил с другими Лучше ладил Да, ты разве забыл, после тех событий ты... Братец? Что с тобой? И Язавель, вот это имя, кстати, только сейчас заметила А, вот оно что Я вспомнил А, ничего, просто я вспомнил Ты сегодня какой-то странный В общем, я хотела сказать, что понимаю твой выбор Просто нам всем хочется, чтобы ты был счастлив Мне все равно, герой ты или нет Главное, чтобы тебе живось хорошо Но того, что ты его понимаешь, ему намного легче Правда? Ну и отлично А ты друг моего брата? Вернее, я буду сказать, они его друзья Меня зовут Альхайтам, а это Кейбра и Паймон А, кажется, я слышала Словом, я очень рада, что у брата есть друзья Сойдете к нам пообедать? Я купила столько продуктов, что на всех хватит Извини, у меня еще штучила Ладно, ну, я пошла Береги себя, Иллис Беспокойся Побольше не придется за меня волноваться Ты вспомнил? Да, я вспомнил Большое тебе спасибо В конце концов, не такой уж ты и ужасный человек Это новая форма выражения благодарности? Извини, я от чистого сердца Помнишь, у входа в таверну и спрашивал, встречались ли мы раньше? Тогда я еще сказал, что у меня откуда-то появилось ощущение, будто мы знакомы Вернее, я буду сказать, неприятное ощущение Неприятное? Да, но теперь, проведя с тобой некоторое время, я понял, что ты не вызываешь у меня прежнего отторжения Странно, почему у меня тогда появилось такое ощущение? Одна из моих сильных сторон, мне все равно, что думают во мне другие люди Очень рекомендую тебе обзавестись таким качеством, когда отношения... Тогда отношения с людьми не будут доставлять тебе столько тревог Да, хотел бы я такому научиться Впрочем, не будем об этом Я только что вспомнил, где находится пещера, в которой Сирадж проводит свой эксперимент Я отведу вас туда Правда? Это же отлично! Но ты говорил, что должен выполнить две важные задачи Пока ты выполнил только одно А вторая? Сейчас есть более насущное дело Мы должны остановить Сираджа до того, как он завершит создание коллективного сознания Иначе будет слишком поздно Ты правда, да? В путь! Гордость и предубеждение Ну, пойдемте посмотрим Что там за гордость и предубеждение Мне куда-то вниз, да? Да Прямо вот сюда Мы на месте Да, с маскировкой здесь все в порядке Но опасности на первый взгляд нет Давай зайдем, посмотрим и Давайте зайдем и посмотрим, что там И мы торжественно идем Тайная пещера Поехали Даже так Даже Аль-Хайтап Ну ладно Ой, он ручки так расставляет Как кружки Странно, здесь куда больше места, чем кажется Думаете, он еще не закончил свой проект? Илья, ты помнишь, как тут все устроено? А где Ильяс? Его нигде нет Может, он ушел в другую сторону? Будем ждать его здесь или вернемся? Нет, мы пойдем дальше Ладно, пойдем Может, он нас догонит? Кажется мне, что Ильяс-то ваш На самом-то деле Какой-то действительно Не очень хороший Ну или, не знаю Может быть, там был завершен все-таки Проект Потому что тут пустовато И такое ощущение, как будто уже с концами пустовато Оу Довольно, Ильяс Ты и так много для меня сделал Я не понимаю Все знают, что Джанни присвоил результаты твоих исследований Почему никто не хочет предавать это огласке? Он взял твою работу, чтобы подать заявку на финансирование И теперь, столкнувшись с трудностями, каждый раз бежит к тебе Это давно не секрет А ты знаешь, сколько людей участвуют в его проекте? Если правда всплывет наружу и Джанни лишится должности, проект закроют Представь, сколько ученых пострадает Но он же тебя просто использует Он дает тебе самые трудные работы Ты ночами не спишь, чтобы ее выполнить А потом Джанни коротко демонстрирует всем результаты, которые ты получил и выдает их за свои Так нельзя! Почему ты это терпишь? Меня не раз предупреждали, что лучше молчать Я согласен Все через это проходят Главное, завершить обучение Ничего страшного И он мне все-таки платит Полгода тяжелой работы, столько бессонных ночей, постоянные угрозы, оскорбления и плата за все 20 тысяч мор? Он обращается с людьми, как со скотом Борось, хватит Ничего Осталось потерпеть немного, и скоро все закончится Ты что? Похоже, я увидела прошлое Ильяса А? Ты что имеешь смысл зачитать? Я не говорила Паймон? Это вряд ли Я сейчас тоже что-то увидел Наверняка, когда Ильяса подключали к коллективному сознанию, часть его воспоминаний просочилась наружу Подключали к коллективному сознанию? Очевидно, здесь все готово Улей давно достроен Проект создания коллективного сознания завершен А сейчас Ильяс возвращается в Улей Он нас обманул? Не совсем Пойдем дальше Скоро ты все поймешь Ильяса обманули? Ух 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 Подождите Голоболомка? Серьезно? Типа, вытащить ключ Сюда втащить После этого вытащить отсюда Втащить туда А потом вытащить оттуда И втащить сюда Ну все-таки Ян Фэй бить как-то прикольнее Ой, я по привычке уже на Скара Переключилась Богатый сундук, чуть не пробежала Криков бы было в комментариях просто Опа Тут все давно построено, а Элис говорил, что нет Да едва ли он в раун на самом деле Скорее всего он просто вот Вносить вклад в коллектив Думаю только о своих сильных странах Это совсем не утомительно Аль Хайта Одна мысль о нем наполняет меня ненавистью Мы должны избавиться от него Нас забаррикадировали О, снова глюны Целый год нашей работы прошел прахом И все ради чего? Ради твоей репутации? Ты хоть понимаешь, сколько людей из-за тебя пострадали? Если тебе так сильно хотелось побыть героем, почему-то я не мог подождать, пока мы закончим проект Я не понимаю, о чем вы говорите Раджу прыгнул с крыши и разбился насмерть Неужели вам все равно? Да, нам жаль, что с Раджу такое случилось Я думал, он сильнее Ах ты скотина Все мы приложили огромное усилие, чтобы закончить этот проект Мог бы потерпеть еще немного А он, как назло Слово, мы более не хотим иметь с тобой ничего общего По твоей милости, Джанни теперь на суде у Матер А проект закрыт Тебе, конечно, все равно Но многим, в том числе и мне, этот проект нужен был, чтобы закончить учет Мы не знаем, что будет дальше В худшем случае, мы не можем закончить обучение Ты это понимаешь? Мне очень жаль Не извиняйся Я все равно не приму твоих извинений Но ты обязательно за все заплатишь Ах ты, эгоистичные твари Ты че стоишь в столбом? Опять что-то видела? Да, Ильиса Не переживай, скоро мы увидим его и сможем задать все свои вопросы Если нас выпустят отсюда А прикиньте, реальный план Капкан Просто тупо Она, видимо, в коллективе уже, да? Поглощена в свои дела Поняла Заманить ребят И, короче, просто не выпустить их оттуда Так, подожди Ать Ага Скорее всего, мне сюда просто два ключа нужны будут, да? И я сейчас просто Вот отсюда заберу второй ключ А-а-а И что? Разве мы не взяли оба ключа? На всякий случай Вытащить ключ А-а-а Это очень странно, Ильис Тебя не принимают ни в одну исследовательскую группу Чтобы получить результат, ты должен работать в сотрудничестве с другими исследователями Я знаю, ты настоящий герой академии, борец с пагеатом, но даже для героев нигде делать исключение, понимаешь? Возможно, тебе стоит попытаться наладить отношения с другими учеными Все время держаться особняком тоже нехорошо Понимаю Вижу, тебе приходится не сладко А ты кто? Забыл представиться Меня зовут Сирадж Господин Сирадж, я вас слышу Чем могу быть полезен? Мир всегда жесток одиночком Думаю, ты уже понял, каково это быть очепенцем Слышал, ты вывел Джанни на чистую воду И с тех пор тебя все испигают Даже домашние не понимают, почему ты так поступил Я сейчас как раз занят одним исследованием, которое поможет тебе влиться в коллектив И твои страдания закончатся Ну что скажешь? Конечно, он согласен Он в отчаянии Что ты увидела? Как Сирадж уговаривает, Ильяса присоединится к улью Вот оно, что он нас обманул Хоть негодяй Нет, самый страшный негодяй Сирадж А Ильяс просто негодяй О, поймут сейчас Слоп, нет отзвастей Давайте скорее найдем его и заставим объясниться Я не стал сразу соединяться с коллективным сознанием, хотела попрощаться с вами От имени Ильяса И извиниться за то, что сделал Ильяс Когда мы были в Гангхарви, я вспомнил Моей второй задачей было привести вас сюда Сбросив матер с хвоста, привести Альхайтама в Ули Это и было заданием для Сираджа номер 36 Ты, ты всегда был в Сираджа номер 36? Но ведь ты прошел проверку на детекторе Да, тогда я и правда многое забыл Забыл даже, кто я такой и что должен делать Но провал в памяти случился не потрясение Я сам стер нужные воспоминания Обмануть Альхайтаму очень трудно Мне пришлось хорошо замаскироваться А самая надежная маскировка та, в которую веришь сам Да, я говорил вам, что Ули еще не готов Потому что стер воспоминания о том, как мы его строили Здесь давно все готово Перед уходом я был номером 36 И теперь решил стать им снова Только здесь я чувствую настоящую свободу Это все, что я хотел вам сказать Когда я вернусь в свою ячейку, мое сознание снова соединится с Роми До свидания Это твой выбор? Да, мы не знаем никакого Сираджа номер 36 Мы знаем только Ильяса Во внешнем мире бывает сложно Но сбегать это не выход Да, тебе время подумать, Ильяс Эй, а ты? Это Сирадж Значит, ты и есть страшный негодяй, Сирадж Негодяй, как грубо Что же я сделал такого ужасного? Я улучшил Акашу, чтобы ее пользователи могли разделить друг с другом свои чувства и воспоминания А потом набрал ученых из Академии Мы создали великое коллективное сознание Каждому человеку я присылал свой номер И каждый выполнял свою часть плана Здесь не нужно забивать голову сложными размышлениями Жизнь в Улье простая и приятная Это был их выбор Я лишь дал им то, что они хотели Ты, ты, ты просто оправдываешься Тогда скажи мне, чем это место отличается от внешнего мира? Когда обстановка тому способствует, ученые Академии идут на самые опасные эксперименты А в депрессивной атмосфере не становятся вялыми и безинициативными Весь мир живет по законам коллективной воли И даже самые низковорчивые люди, изведав боль и одиночество, хотят прибиться к стае Верно я говорю? Ильяс Незачем спорить, ибо это так Мы стайны существа, и потребность единения заложена в нас природой А высшая точка единения – коллективное сознание Благодаря которому самый обычный пчелиный рой превращается в могучую силу А если заменить пчелы людьми, рой становится поистине непобедимым Добро пожаловать, Ули Айль Хайтам Когда-то ты выступил перед великим мудрецом и с присущим тебе высокомерием посоветовал отклонить мою заявку на исследование Пара необдуманных слов, и все мои старания пошли прахом Конечно, я прекрасно понимаю, тебе все равно Тебе плевать на чужую боль Но я не смирился, я притворил свой план в реальность По дороге я заметил, что многие ячейки твоим улью пустуют Правда? Ты догадай, куда подевались эти люди? Правильный ответ, они в Академии Они заняты осуществлением другого плана, плана, который сделает меня одним из мудрецов Коллективное сознание соединяет нас с единой целой Мы вместе обдумываем задачи, каждый проявляет свои сильные стороны Мы притворяем их в жизнь в самые сложные планы, мгновенно корректируем их, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами Все идет как по маслу Но главная преграда на нашем пути это ты Избавившись от тебя, я воспользуюсь своим растущим влиянием в Академии, чтобы узаконить исследование коллективного сознания Наш улей будет расти, пока не охватит все человечество Я... нет, не я Улей будет править миром и поведает Академию, и поведет Академию к новому будущему Мы тебе этого не позволим Сотрясать воздух бесполезные занятия, что вы можете сделать, и вам не под силу изменить даже выборы Элиса Возвращайся в Улей, номер 36 Да Стой, никуда не уходи, ты сам подумай, там столько людей от тебя беспокоятся И ты никакой не отщепенец, мы ведь твои друзья Зачем ты его обнадеживаешь, вы просто путники, которые странствуют по миру Или вы собираетесь навсегда остаться в Академии, вы отправитесь дальше, трагедия повторится Возвращайся, номер 36 Ты прекрасно знаешь, красивые слова не сделают жизнь легче Ильяс, почему? Вы такие же гордецы, как и Аль Хайта Вы уверены, что каждый должен жить по своим законам, совсем как вы Но не понимаете, что большинство людей хочется простой жизни Я позволил номер 36 покинуть улиц, терев воспоминания, потому что знал, он обязательно вернется И факты показали, что я лучше вас понимаю человеческую природу Скажи что-нибудь, Аль Хайта Это будет твое последнее слово Год назад я уже сказал все, что думаю по этому поводу Модель, которую ты предлагаешь Очень нестабильна, какую бы красивую обертку не была бы упакована Что тут поделаешь? Будь ты достаточно проницательным, чтобы увидеть слабые места этой модели Ты бы наверняка понял, что возвращение Ильяса в коллективное сознание неизмежно изменит твой улей Что? Что происходит? Что случилось? Коллектив нуждается в мотивации для выполнения плана, как механизм нуждается в энергии для работы Поэтому сверхразум синхронизировал свою ненависть ко мне со всем роем, чтобы пчелы разработали план по моему уничтожению и привели его в действие Вернувшись в воле, Ильяс разделил свои воспоминания и чувства с остальными, в том числе и воспоминания обо мне Большое тебе спасибо, а в конце концов, не такой уж ты и ужасный человек Странно, почему мне тогда появилось такое ощущение? Эти воспоминания противоречат той ненависти, которую ты им внушил В результате получается конфликт Фу, это оно что? Погоди, так ты сразу знаешь, что Ильяс вернется в улей? И уговарил его остаться, чтобы обмануть Раджа? Молодчинка, Альхайтам! Коллективное сознание случился сбой, теперь давайте все вместе Эээ, подождите, улей снова заработал? Я говорил, ты слишком гордый, Альхайтам Надеялся, что такая мелочь совьет работу моего улья Ильяс действительно принес в улей небольшую аномалию, но для такого гигантского организма это ничто Хватит, Альхайтам, сопротивление бесполезно Пора вам на собственной шкуре испытать, как опасно бывает коллективное сознание Сколько тут монстров? Откуда они взялись? И какие они странные Я поместил монстров в коллективное сознание У них последние номера, но они тоже являются частью улья Они не отличаются большим умом, но ум здесь и не нужен Мы будем использовать их как вымуштранных солдат Сейчас вас накроет бескрайняя волна, и вы заплатите за свою гордость Эй, Альхайтам, твой план не сработал, что делать? Мой сюрприз уже в ульге, еще немного он дойдет до получателя Пока соберитесь и отражайте угрозы, которые у вас перед глазами Ладно, Флаймен не знает, откуда в тебе столько уверенности, но мы их задержим Задержим, так задержим, ладно Не впервой Альхайтам, не такой уж и плохой человек Но это необходимо сделать, его нужно устранить, чтобы мы могли развиваться Такие как курочки бегают, конечно, да Забавненькие Эть, эть, не попал Вот это и есть коллективная воля Даже когда ненависть исчезла, они не перестают действовать Никакие аномалии не способны поколебать коллективную волю Но тут, походу, да Тематика Именно Может ли один винтик изменить систему, да? Это то, о чем философы спорят Если кто-то говорит, что нет, не может Потому что это всего лишь маленькая деталь Которую легко заменить Она будет делать так, как скажет система Он не продержится долго Он тихие, чем мы думали В Академии что-то случилось Матра Вот Но есть также люди, которые считают, что маленький винтик способен изменить большую систему Что от каждого человека, типа, все зависит Иммунитет Зачем я бью тогда, если не иммунитет? Объясните мне Что случилось? Откуда такой приток информации? Тихо Это приказание Сверхразума Кто тебя назначил Сверхразума? Сверхразум Сражается Мы сражаемся В общем, тут Философские такие догмы Получается Индивидуализм И коллективизм Я могу ошибаться? Я не шибко умная вообще Возможно Все, что в этой игре Какие всякие Подводные Философские камни Вкладывали Я вообще Ничего не поняла Я вон Могу только на одну кнопку нажимать И озвучивать И то озвучиваю С грехом пополам Как Возможно? Почему Проблема до сих пор не решена? О! Файлл босс Замечательно Мы ошибли суждения Воля коллектива не может быть неправильной Должно быть Всех разум Он допустил ошибку в своих суждениях Ну, Сираж Самый умный среди нас Его суждения Самые верные Неужели? Нет Вовсе не обязательно Break Что ты наделалу? Разве у тебя нет простого способа это выяснить? Всего лишь номер 36? Как же, мне казалось, свои таланты заслуживают больше. Даже если не брать в расчет вопрос истинности данных, оценивать человека по количеству энергии джняны бессмысленно. То, что ты сказал Ильясу, вошло в общую память Улья. Теперь я знаю. Ты направил и усилил их эгоистичные желания. Ты хочешь разрушить Улья изнутри. Человеческий разум не такой уж и гибкий инструмент. А Улья, ты дошел до его предела. Когда твоя власть над их умами начнет ослабевать, они станут давать отпор. Почу ли я всю жизнь пробыть чужим инструментом? Как только у кого-то зародится эта мысль, эгоизм, сомнение и страх распространятся по построенной собой получили. И вот уже твой, так называемый Улья, обречен. Конец еще не пришел! Я сверхразум! Должен быть способ! При накоплении критической массы Улья убивает своего повелителя. Будь я сверхразумом, я бы не потерпела поражение. Твой номер не должен быть так далеко в списке. Тираж, лушец! Мы ведь не об этом договаривались. На твоем месте должен быть я. Мьёльнир? Мьёльнир? Отключен? Все кончено. Что сейчас произошло? Участники коллективного сознания делят между собой все чувства и воспоминания, поэтому им проще достигнуть согласия. Даже Ильяс принял решение коллектива, хотя его личный опыт противоречил этому решению. Но этот эффект имеет и обратную сторону. По той же логике, когда в коллективном сознании появляются негативные эмоции, они порождают ни центробежные силы, которые почти не поддаются контролю, личные устремления. Возмущение Ильяса было не лишено смысла, оно составило Рою сомниться сверхразуме. Когда план стал терпеть неудачу, сомнения только усилились, влияние сверхразума слабо, а в коллективе появились отрицательные эмоции. Беспокойство, разочарование, страх, жадность. В обычной жизни люди не могут быть абсолютно открыты друг к другу. Многие отрицательные эмоции отлично маскируются. Но в Ульге, где у ни у кого нет секретов друг от друга, отрицательные эмоции превращаются в цунами. Так что слова, которые я сказал Ильясу, стали искрой, упавшей на сухой порох. Хватило всего пары слов. Не стоит недооценивать силу слов, Сирадж. Начи с того самого времени, ты уже искал способ разрушить коллективное сознание. Ты понял, что Ильяс приманка? Но как? Когда? С первого взгляда. Еще, я никогда не смотрел на тебя с высока. Я был к тебе объективен. У тебя были очень наивные представления о коллективном сознании и эволюции человека. Но при этом ты отличаешься умом и скрупулезностью. Поэтому ты не допустил бы побегу участника эксперимента. Такая ошибка не в твоем духе. И тем более, ты не стал бы сидеть сложа руки после его побега. Не думал, что когда-нибудь услышал от тебя похвалу. Если ты пытаешься утешить меня, браво, не стоит. Я знаю, ты никогда не считал меня равным себе. Когда ты был с нами, твой взгляд всегда бы ждал вдалеке. Не надо отпираться. Мне лучше всех известно, что так ведут себя только талантливые гордецы. Но никому не нравится, когда его считают бездарностью. Такое мнение целиком и полностью обусловлено тем, как ты привык судить. Тебе кажется, что мы с тобой похожи, недлюдимые чипенцы. Но я никогда не считал себя лучше остальных. Мне просто не нравится бессмысленный шум и суета. Хочется наблюдать за происходящим со стороны. А вот ты никак не мог житься с настоящим собой. Тебе было слишком важно, как тебя оценивают. Победитель ты или проигравший. Ты хочешь сказать, что гордец – это я? А разве нет? Гордец, и при том очень уязвимый гордец. Ты считаешь всех остальных людей заурядными посредственностями серой массы. И только меня выделяешь из массы, считая равным себе. Как бы там ни было, я проиграл. Можешь отправить меня на суд в академию. Ты предстанешь перед судом, но ловить преступников – не моя работа. Я обычный служащий академии. А тебя препроводят на суд уважаемый генерал Махаматра. Который уже пришел, да? Сайна, ты что тут делаешь? Я нашел вас по условным знаком. Вижу, представление уже закончилось. По условным знаком? В письме я нарисовал оденье замысловатый символ. И по дороге сюда оставил несколько похожих. Погоди, в каком письме? А, пойму, вспомнил. Во время нашей первой встречи Арав сказал, что ты оставил Сайну письмо. Виходит, из самого начала знал, что Елис подослан. Вот же. И все это время ты нас обмайновал. Самый страшный, хотя это ты. Не наговаривай. Я не сказала вам ни слова неправды. Кстати, пару дней назад я видел в академии материалов, в которых описана методика по улучшению зрения. Могу тебе порекомендовать. Ах ты! Да, Сайна, мы слышали, что Сирадж подослал часть своих людей в академии. Этот негодяев тоже нужно поймать. Не беспокойся, матры уже провели проверку. Целая группа сообщников Сираджа взята под стражу. Наверное, это был еще один фактор, поколебавший коллективное сознание. Все, как ты предполагал, Аль Хайтам. Хорошо, все самое интересное позади. Оставляю вас здесь ловить преступников. До свидания. И он просто ушел. Взял и ушел. Здесь только людей, которые участвовали в эксперименте. Нам лучше остаться и понаблюдать за ними. О нет, я участвовала в разработке плана по ликвидации исполняющего обязанности великого мудреца. Какая муха меня укусила. Почему я на это пошел? Мы просто сообщники, но боюсь, что Аль Хайтам надавит на матры, чтобы нам вынесли суровые приговоры. Нам не стоило с ним связываться. Быть он хоть секретарь, хоть исполняющий обязанности, теперь он не даст нам жизни в академии. Но в будущем поговорим потом. Но после выхода из коллектива меня снедает чувство вины. Аль Хайтам был не особенно известен. Я не успел составить о нем свое мнение, а в рассказах других людей он представился довольно неприятным типом. Сираж заставил нас возненавидеть Аль Хайтаму. Мы верили, что Аль Хайтам негодяй, не подвергая этот тезис сомнениям. Сейчас я понимаю, что мы допустили много ошибок. Но винить здесь можно только себя. Не могли бы вы передать наши извинения Аль Хайтаму? Хорошо, поймем замолвить за вас в овечко. Он только не знает, согласится ли он вас простить. Ничего. По крайней мере так нам будет намного легче. А если он затает на нас обиду, мы готовы понести наказание. Пора. Да, идем. Типа все, трое осталось с Улья, что ли. Так они были жертвами обмана или нет? Давай спросим у Аль Хайтам, когда выберемся наружу. А ты че пригорюнился? Кажется, я так и не смог стать Сираджа номер 36. Придется дальше жить как Ирис. У Ган Харви я даже хотел взять и рассказать вам правду. Но мне не хватило смелости. Я растерял свои чувства справедливости, но так и не смог стать частью коллектива. Ильяс! Не переживайте. Я виноват перед вами. Но я ухожу отсюда не с пустыми руками. Когда Улья распался, мне в голову пришла одна мысль. Оказывается, коллектив, частью которого мне хотелось стать, вовсе не так силен, как мне казалось. Осознав это, я вдруг почувствовал себя намного смелее. Возможно, однажды я тоже стану таким, как Аль Хайтам. Равнодушным, к чужому мнению. Пайман верит, что у тебя все получится. Спасибо. Мне тоже пора идти. Я должен предстать перед судом, как один из главных преступников. Могу я попросить вас не говорить ничего моим родителям и сестре? Не хочу, чтобы они беспокоились. И извинитесь за меня перед господином Аль Хайтам. До встречи. То есть Аль Хайтам чисто на составе, чтобы мы собрали извинения, пришли к нему и такие... Все передают тебе сорян. Мы увели всех участников эксперимент. Мои люди все здесь опечатают, соберут документации и уничтожат оборудование. Вы не ранены? Я взял с собой бинты и средства для остановки кровотечения. Все в порядке. Только немного устали. Отдохните как следует. Думаю, Аль Хайтам ждет вас у входа. Если вы здесь закончили, можете идти к нему. Будьте осторожны. У Сираджа могут быть сообщники, которых мы не знаем. Если случится что-то серьезное, ищите меня в Академии. Хорошо. Сайна, ты тоже будь осторожен. Кейбра, давай пойдем к Аль Хайтаму. Сундучок! Сокровися! А то конец-то выход! Такое ощущение, как будто я очень-очень долго делала этот квест. Скорее всего, серия получится прям огроменная. Я вот буду ее, как монстра Франкенштейна, собирать. Дело сделано. Можно уходить? Не ожидал, что придется потратить здесь только времени. Думал, все кончится быстрее. Судя по лицам, у вас осталось много вопросов. Я заинтригована. Понимаю твое любопытство, но мой рабочий день на сегодня окончен. Так что ответов не жди. Не, Мэйни, ведь не твои сослуживцы. Неужели ты не поняла, что это была простая отговорка? Ты, ты еще и отговорки придумываешь! Ну ж нет, даже не вздумай никуда уходить, пока не расскажешь нам об этом коллективном сознании. Об эволюции или как ее там? Понял? До свидания. И он сбежал. Эй, стой! Ты закончила? Ты мне кое-кого очень напоминаешь. Не уходи от темы. Каваха, да? Если объяснять все с самого начала, это займет слишком много времени. Я не хочу стоять здесь и отвечать на ваши вопросы. В общем, идите за мной. Ой, да! Как придем, увидишь. Серьезно? Ты до бесконечности меня будешь по квестам водить, да? У меня будет двухчасовая серия? Прям двухчасовая серия. Следуйте за Альхайтамом. Куда? Ни хрена себе! Серьезно. Ну, если будет двухчасовая серия, значит будет двухчасовая серия. Любители Геншина будут, значит, радоваться. Не любители Геншина просто не будут смотреть. Ха! Ты здесь живешь? А, у нас же, да, фестиваль Академии был потом. Да. Ого! Так, ты пригласил нас к себе в гости. Какая честь! А, это ты! Ну-ка, посмотри, картина ровно сидит. Ой, а это еще кто? Чего ты так пугаешься, разве не ясно? Это гости. Ты, вы, вы, вы ведь не из Академии? Нет. Паймен, тебя где-то уже встречала. А, точно, вспомнила. Откуда вы меня знаете? О, нет. Неужели все узнали, что я здесь живу? А что такого? Тебе стыдно? Вы соседи? Да, только никому не говори, никому ни слова. В моей библиотеке было несколько книг о коллективах и подсознаниях. Я пойду поищу, а вы пока побеседуйте. Эй! Эй, ты никуда не пойдешь! Аль Хайтам, это что такое? Вот и поговорили. Извините, если мой вопрос прозвучит грубо, но вы случайно не актера, которых Аль Хайтам нанял, чтобы они изображали его друзей? Эй, what? Видимо, нет. Просто он никогда раньше не приглашал друзей в гости, вот я и удивился. Думаю, вы меня понимаете, характер у него непростой. Но ты ведь его друг. Не могу сказать, что мы друзья, но... Ладно, мы были друзьями, но теперь нет. А? Ладно, не важно, меня зовут Као. Жаль, что приходится знакомиться с вами в таких обстоятельствах. Еще раз прошу не говорить никому, что вы меня здесь встретили. Похоже, для тебя это очень важно. Немного море поможет Пайвон хранить молчание. Что? Как ты... Да, такой вопрос может задать только друг Альхайтама. Что? Обычный вопрос, ты сам подставился. Но ты ведь не будешь относиться ко мне так же, как он. Вижу, вы отлично повадили. Шум стоит на весь дом. Занимайся сам своими газетями. Вот книги. Вы пролистали книги, которые принес Альхайтам, но они так написаны, что смысл ускользает. У Паймэн голова разболелась. Ничего не понятно. Ни слова по делу. Лучше мы будем задавать вопросы, а ты отвечать. Дай подумать. Как ты догадался? Во-первых, в чем слабость коллективного сознания? Год назад, когда Сирач представлял свою научную работу великому мудрецу, тот поинтересовался моим мнением. Я назвал две причины, по которым считаю работу несостоятельной. Первое, я уже упоминал, его исследование вмешивается в эволюцию человека. Это запрещено законами Академии. Второе, я считаю, что для столь смелого исследования выбрал слишком консервативный подход. Погоди, консервативный? Он выстрелил огромную лабораторию, привлек на свою сторону целый топ ученых и еще хотел расправиться с тобой. Один из его способов добиться стабильности коллективного сознания – уничтожить все человеческие качества участников эксперимента. Вся мыслительная работа должна осуществляться сверхразумом, остальные элементы коллективного сознания выступают его инструментами. Лишь такая модель даст оптимальный результат. Но это слишком опасно. Ты ведь не всерьез? Я просто излагаю факты, но даже подай сирач такой проект, он был бы столь же бессмысленным. Никакой вид не может эволюционировать за одну ночь. Если бы участники эксперимента лишились человеческих качеств, разве могли бы они считаться людьми? Это главная причина, по которой Академия запрещает вмешиваться в эволюцию человека. Большинство исследований, исследователь в погоне за эволюцией начинает противоречить самой идее эволюции. Какой-то умный. Пайман понимает. Ха, странно, слушают от тебя такие суждения. Люди, лишенные человеческих качеств, перестанут быть людьми. Значит, лет через 10 ты сможешь эволюционировать какой-то новый вид? А ты деградируешь до плесенька? Ну, я хотя бы буду плесеньком, который знает, что такое эмпатия. Извините, я не хотела подслушивать ваш разговор. Что случилось? Вы попали в какую-то передрягу? Вроде того, там был ученый-сумасброд, который настроил против нашего толпы других ученых. Настрою против вас? Вы в порядке? Ну, скорее против Ольхайтама. А, вот что... Да, жизнь постоянно подкидывает нам проблемы. Знали бы заранее, что все так обернется, сидели бы сегодня дома, да? Мог бы хоть раз помочь мне навести порядок. Например, книги, пыляться там целую вечность. Если ты их не считаешь, поставь шкаф, а не складывай в кучу. Чисто жена Я знаю, что они друзья На лакавах так вообще просто Мамочку включил Видишь, как всем не ловко из-за тебя Но ты ведь у нас такой мастер ведения беседы, правда? Посмотри на себя Вообще, это я к чему? С тобой все в порядке Все отлично По крайней мере, я чувствую себя куда лучше, чем та картина, которую ты пытаешься повесить на стену Ты что, ровным счетом ничего не понимаешь в искусстве? Да что не лезь, не в свое дело Похоже, Кавах опять рассердился А, вот кого Пайман ему напоминает Пайман даже не знает, кто из них больше психопат Давай скорее пойдем отсюда Ну нахер просто Это все твое любопытство Ваше перешептывание, я прекрасно слышу Да, Пайман об этом уже говорили У тебя остались вопросы? Дай подумать А, точно, те ученые хотели перед тобой извиниться. Они очень надеются, что ты их простишь. Я их не виню. Точнее, будет сказать мне пофигу. В какой-то степени они тоже были обмануты Сираджа. Матры учтут это при вынесении приговора. Да, и Иллис говорил, что Ганг Харви хотел открыть нам правду, но побоялся. Он тоже просил передать тебе извинения. Ерунда. Я и не ждал, что он расскажет правду. Судя по его прошлому, он куда смелее большинства людей. Не стоит его осуждать. Отсуждая смелого, ты только показываешь собственную трусость. Через 10 минут я собираюсь ужинать. Можете задать последний вопрос. Давай вместе поедем, что. Паймон, больше нет вопросов. Что тебя на самом деле заинтересовало в этом деле? О, да, любопытно узнать. В Академии ты говоришь, что присоединился к расследованию с простого интереса. Но во время встречи с Сираджем Паймон показал, что тебе ни капельки неинтересно. Ни его исследования, ни он сам. Не, он и правда неинтересен. Зато было любопытно узнать, почему столько людей захотело присоединиться к коллективному сознанию, которое он создал. Сейчас я понял. Это связано с обстановкой в Академии? Да. Свершение мудрецов в ней и отключение терминалов Акаши повлияло на настроение в Академии. С теми было очевидно, что Сирадж занимается запрещенными исследованиями, и все же он смог привлечь на свою сторону столько людей. Это говорит о том, что исследовательских проектов в Академии стало крайне мало. Как исполняющий обязанности великого мудреца, я найду способ это исправить. История с Ильясом тоже требует моего внимания. Разоблачение флагиата – достойный проступок. Он не должен будет привести к таким результатам. Не проступок, а поступок. Надо же, оказывается, Альхайта может быть очень предан своей работе. Правильнее будет сказать «предан» лишь той степени, в которой это необходимо. Перед уходом в отставку я должен уладить эти вопросы. Погоди, что значит перед уходом в отставку? Я уже подал прошение об отставке с поста исполняющего обязанности великого мудреца, чтобы вернуться на должность секретаря. Сирадж вряд ли знал об этом. Ему не повезло. Через несколько дней я сам ушел бы с поста исполняющего обязанности. И тогда все его выходки меня бы уже не касались. Правда, шаткая система, которую он выстроил, рухнула бы даже без моего участия. Но почему ты уходишь в отставку? Я не гожусь на пост мудреца. Я не хочу его занимать. Академия в установленном порядке выбрала новых мудрецов из каждого Даршана. Но назначение мудрецов в процессе не быстро. Если долго занимать пост исполняющего обязанности, велика вероятность, что исполняющего обязанности станешь постоянным великим мудрецом. А я не хочу. Ты хорошо знаешь, чего хочешь, да? Очень важно помнить о своих приоритетах. Ладно, время вышло. Вам, наверное, тоже пора ужинать. И сегодня он все страдает. Да, Пайманы правда проголодалась. Пока, мы пойдем на поиски вкусняшек. В твоем холодильнике. До свидания. Раскрывай, давай. У тебя сто процентов-то в куча жратвы. Сираж впервые слышу это имя. Он учился с тобой на одном курсе. Он ничего особенного с собой не представлял. Это нормально, что ты его не помнишь. Просто это очень в духе академии оказывает давление на ученых, назначая их новыми гениями и талантами. Мне это трудно принять. Но все равно, я считаю, что ты не должен руководить академией. Рад узнать, что ты не утратил трезвого взгляда на самого себя. Если бы сотрудники академии хоть что-то осмыслили, они бы назначили мудрецом меня, а не тебя. И все бы увидели, как прекрасно ты справляешься. Примерно как та картина, которая вот-вот упадет. Ты сам на сегодня и завтра. Ты сам уходишь в отставку. Вернешься в свой архив, будешь дальше бумажки перекладывать. Но жалобни мне оставят прежние. С чего это? А, ты что, особенный? И мне не придется, подобно некоторым архитекторам, ошибаться в лепешку, только чтобы вызвать улыбку у заказчика. Ты! Я убрала тебя в гостиной. Вот благодарность. А у меня вообще-то еще чертеж не закончен. Не забудь, ты еще должен мне за аренду. Прикуплю на эту Мору что-нибудь из мебели. Ты хочешь мне отвезти? Все вещи, которые ты покупаешь в дом, попросту уродливы. Зачем ставить посреди комнаты дурацкую деревянную фигуру? Кто виноват, что я не стеснем в средствах? Ты так китишься своим богатством. Но если не брать расчет Мору, что у тебя останется за душой? Много чего. Трудно придумать. Хоть что-то, в чем ты лучше меня. У тебя есть идеи? В искусстве. Я уже говорил, ты ничего не смыслишь в оформлении интерьера. Так что даже не пытайся покупать мебель. Или бери меня с собой за покупками. Если я возьму тебя с собой, мне придется тебя еще и спиртным угощать, да? Конечно. Но зачем мне это, вгонять тебя в новый долг, который все равно рано или поздно придется возвращать? Ты мог бы проявить великодушие и не напоминать мне о долгах, а? Притворяться, что за тобой нет долгов? Даже смешно, как притворяться, что ты не живешь в чужом доме. Все равно рано или поздно люди узнают. Кстати, твои гости ведь никому не расскажут. Напомни им, что это секрет. Мне кажется, твой секрет давно всем известен. Нет, нужно скрываться. Ты совсем не умеешь пить. Пара визитов в таверну, и все твои секреты становятся общим достоянием. Что? Нет, не может быть. Так. Вообще красивый дом у него. А это, видимо... Комната Кавэха, да? Кавэха. Так, ладненько. Все, давайте на сегодня закончим. Наконец-то. Да, давайте на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Я вам буду очень благодарна за поддержку, видеолайка и комментарии. Также подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. У нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Ссылочки в описании. Всем хорошего 3 дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok